Я решила уличным художником стать ровно год назад. Я много лет фотографировала эти обшарпанные стены и думала, как бы эту фактуру перенести себе в картины. Год назад до меня дошло, что если есть эти стены, есть эта прекрасная фактура, почему на них не рисовать? Начиналось с того, что ты чё, художник. Они были возмущены этим фактом, что человек тратит своё время, свои силы, свои деньги на краски, на материалы. Ну типа, а ты чё? Ну чё ты, самая умная? Я закончила грековское училище, а потом поехала в Питер, поступила в Академию художеств. Как только я закончила Академию художеств, я сразу же начала делать какие-то частные заказы, росписи в интерьере, витражи. Я себя уговаривала, думаю, ну я же делаю людям красоту, им же радостно будет, они мне платят за это деньги, всё же нормально. Ну вот отчаяние в душе, вот оно прям просто, просто кричало, ну Маша, Маша, ты не для этого училась. Я решила уличным художником стать ровно год назад, когда был чемпионат мира по футболу. Очень многие здания красивые, прямо перед чемпионатом мира затянули этой баннерной сеткой. Вот, а мы там заглядывали, ходили, смотрели, понимали, что история, время, которое даже отразилось на этих фасадах, это уже достойно внимания, потому что это тоже история. Мы решили находить такие стены с пятнами, плесенью, с потёками и проявлять в них сюжеты эпохи Возрождения, такие ненавязчивые. Ну я помню, что в детстве, вот моё любимое занятие было в детском садике, во время тихого часа лежать и разглядывать плесневелое пятно на потолке. Вот, ну сколько дней я там была в этом детском садике, каждый день я смотрела на это пятно по-разному, и каждый день я там видела, что вот совершенно разные картинки. Я много лет фотографировала эти обшарпанные стены и думала, как бы эту фактуру перенести себе в картины. Я её там пыталась, ну, искусственно повторить, чтобы её в картинах использовать. И вот просто буквально год назад до меня дошло, что если есть эти стены, есть эта прекрасная фактура, почему на них не рисовать, а не повторять это всё? В ноябре прошлого года я сделала на площади Пятого Донского корпуса, расписала фундамент. Это вот моя первая, можно сказать, такая, даже не работа, но такое высказывание, первое крупное высказывание. Я изобразила там сюжеты из жизни святого Антония. Такой святой был, он воскрешал людей из мёртвых. Так вот, и есть такая пьеса Мориса Митерлинка про святого Антония, как умерла одна богатая женщина, собрались её родственники её хоронить, ну, и делить наследство, соответственно. Но тут пришёл святой Антоний воскрешать. Ну, а у них-то свои планы уже на наследство доставшееся. Это, в общем, никому не понравилось. Ну, и я как бы провела такую параллель, что вот нам досталось наследие. Ну, это наш долг его сохранить, передать потомкам, несмотря на то, что у кого-то другие планы на доставшееся нам наследие. Ну, в общем, не знаю, почему так получилось, но у меня очень лежит душа к парамонам. Это ещё раз очередная попытка привлечь внимание людей к этому месту удивительному, к парамоновскому комплексу. Я хотела нарисовать дерево жизни, водородника. Они плавно как бы перетекают в такую древесную кору. Эта древесная кора на другой стороне картины, она превращается в складки земной коры, там, с отпечатавшимися древностями. Когда я это всё придумывала, это всё для себя описывала в словах, я поняла, что древность и древо, ну, не случайно это однокоренные слова. Я поняла, что если смотреть на всякие события и явления как бы с одной плоскости, то мы не видим всей объёмности, всей красоты вот этих божественных переплетений. В общем, если воспринимать что-то как части одного дерева, тогда, ну, тогда душа наполняется благодарностью, чистотой, смирением, с тем, что это всё на части какого-то единого замысла. А когда ты смотришь на что-то, ну, видишь какие-то события отдельно от всего, то ты как бы безоружен. Ну, в общем, ты не видишь этой какой-то божественной гармонии, божественной красоты. Природа нас, в общем, щедро одарила. Наша задача с благодарностью это принять, сохранить, передать потомкам. Ушло две недели и один день. Очень долго я там работала, потому что, потому что она в процессе наполнялась всякими маленькими деталями. Хотела сделать, хотела сделать эту картину понятной зрителям. Остальные росписи я делала в Питере, в Екатеринбурге в рамках фестиваля мы делали роспись, в Москве. Там работать было гораздо проще, потому что, ну, прохожие как-то были более лояльны, обстановка была. И все как-то располагало к творчеству. Здесь я почему-то столкнулась с сопротивлением. Каждый вот считал своим долгом что-нибудь сказать такое. Причем говорили все примерно одно и то же. Начиналось с того, что ты чё художник. Как мне показалось, вот эти все люди, которые ко мне с вопросами приставали, они воспринимали вот это явление, ну, что человек вышел на улицу рисовать, как какой-то вызов, как будто рушилось все их мировосприятие. И, конечно, они были возмущены этим фактом, что человек тратит свое время, ну, свои силы, свои деньги на краски, на материалы. Ну, им это непонятно. Ну, а то, что непонятно, это, ну, вызывает отторжение, агрессию. Там был такой момент, когда я просто вот в отчаянии села там на пригорке и думаю, все, я с этим делом завязываю. Это очень тяжело для меня. Слушать эти вопросы, смотреть на этих людей, которым ничего это не нужно. Я подумала, что, ну, у меня просто сил нет. Как-то посидела, посидела, посмотрела на дом, потом посмотрела на стену. Мне как-то стало так хорошо, что я могу здесь что-то нарисовать, я могу превратить эту серую стену во что-то красивое. Вот, и я с таким чувством принялась дальше рисовать. Я поняла, что люди ходят и уже не спрашивают, что ты делаешь. Они просто говорят, спасибо, спасибо. И это вообще было так приятно до слез. Я потом, ну, не могла поверить, это просто чудо было какое-то. Проходил мимо один паренек. Он говорит, можно я вам помогу? Но оказалось, что он как бы автомеханик, но в душе художник. А я тогда, честно говоря, уже устала от этой картины. К тому же та часть стены, она постоянно находилась на солнце. Было очень жарко и сложно было над ней работать. Я говорю, да, конечно же, я хочу, чтобы ты мне помог, пожалуйста, помоги. Вот, и он там нарисовал парус на корабле, на вот этом, на античном судне. И еще он предложил эти кирпичи, которые какие-то были закрашены, он предложил их все закрасить терракотовой краской. И когда он это сделал, я поняла, что это гениально, потому что вот этот рисунок, который получился, он очень-очень сильно дополнил композицию и дополнил вообще мой замысел. А замысел какой был? Просто помочь какому-то изображению проявиться в стене. Конечно, мне хочется этим зарабатывать, просто я не пойму, как, если бы я знала, как. Но с другой стороны, тут вот такая проблема. Если я буду как-то зарабатывать этим, то это начнет, ну, у этого появится какой-то коммерческий оттенок. А вот так вот не хотелось бы. Нет, у меня многие знакомые, конечно, расписывают, вот, муралы всякие в Петербурге, в Москве. Но, если честно, мне не очень нравится то, что они делают. Это ничем не отличается от моих заказов, частных заказов в интерьере. Получается, эти заказы, да, они монументальные, большие, их видит много людей. Но это просто как декорирование стен, украшательство, да, это не то. Я знаю многих художников, которые недовольны состоянием культуры в России. Они просто уезжают, просто уезжают за границу. Либо они работают там, ну, выставляются, продают свои произведения за границей, а живут здесь. Ну, то есть, ну, вот мы здесь родились. Это вот такая данность, это условия нашей жизни. В Екатеринбурге, когда мы участвовали в фестивале стенографии, вот, там вместе с нами участвовал такой известный художник Пакрас Лампас, каллиграф. И он расписал на Уралмаше площадь, там, какой-то там пятилетки. Он там написал послание свое, каллиграфическое, в форме креста. В принципе, эта площадь, она изначально проектировалась в форме креста. Этот крест, ну, с вертолета, он виден. Он просто это за счет того, что покрасил разными цветами, там, усилил эту структуру. Только он закончил роспись, через неделю эту площадь зачем-то начали закатывать в асфальт. Все работы этого фестиваля, они согласованы на всех уровнях, и с управляющими компаниями, и в городе. Все было согласовано со всеми. Потом там разразился скандал из-за того, что все-таки не надо крест, потому что православные не должны попирать ногами крест. Вот, и решили последующие работы фестиваля согласовывать еще и с православной церковью. В Петербурге, вот одну из первых наших росписей, недавно мы проведывали, и ее закрасили, причем так вообще довольно варварски. Ладно бы, ну, допустим, кто это жилконтора распорядилась, чтобы все было чисто покрашено, тогда еще можно понять. А они просто взяли валик и просто позамазывали в картину. Да, в плачевном положении культура. Это надо осознать. Но концентрироваться надо на другом, на созидании. В Петербурге мы ходили разговаривать, в Комитет по архитектуре и градостроительству показывали свои эскизы. В принципе, им понравился наш подход. Но они тоже не знают, кто на это сможет выделить деньги, потому что, ну, правительство вряд ли. Как любой художник, я все-таки, конечно же, хочу любви и признания. Но я... Но для меня важно, чтобы это... В общем, я просто хочу поделиться тем, что у меня есть. Да, пусть я делаю это бесплатно, там даже трачу свои деньги на краски. Но вот этот бонус, как это еще назвать, я не знаю. Ну, в общем, это очень приятно, когда люди, ну, просто прохожие останавливаются, благодарят. Конечно, я хотела бы гармонии, прежде всего, в душе. Я не знаю, если у меня наступит какая-то тотальная гармония и радость в душе, не знаю, буду ли я творить. Потому что я, наверное, буду ходить и все это воспринимать как должное. Ну, да, вот так, да, мир прекрасен, все, все хорошо. Вот, а пока есть этот внутренний конфликт, наверное, да, он меня заставляет вот так высказываться в городской среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...